Во время операции случается всякое. Мы стараемся спасти её. Пожалуйста, подпишите. Мы делаем всё возможное. Доченька, прошу тебя. Нянь, умоляю тебя, не оставляй меня. Доктор Ли, пожалуйста, зашейте. Профессор, как нянь? С няней всё в порядке. Жизненные показатели стабильны. Операция прошла весьма успешно, но... Что оно? Пойдёмте. Поговорим в кабинете. Госпожа Шань, немедленно звоните в полицию. Профессор Сун, что происходит? Послушайте меня. Таракотомия требует кровообращения вне тела. Поэтому перед операцией пациентам вводят гепарин, чтобы кровь не сворачивалась во время операции. Но в середине операции у нянь случилась печёночная недостаточность. Клинически это практически невозможно. Если только... С сведённым гепарином что-то не так. Конечно, операция прошла успешно. Но как это отразится на печени, мы будем отслеживать. Боюсь, всё будет не очень хорошо. Я разорву того, кто это сделал. Как им на свете живётся? Они чуть не убили мою правнучку. Нет. Я думаю, это не случайность. Да неважно, случайность это или нет. Нужно, чтобы полиция приехала, и преступник не успел скрыться. Сысы, звони в полицию. Она ещё не вернулась? После предварительного расследования мы выяснили, что в больницу вошёл кто-то в одежде медбрата. Большинство камер наблюдения зафиксировали фигуру. Но преступник был осторожен и скрыл лицо за маской. Нам не удалось выявить преступника. Мы выяснили, что нянь вели оксилиплатину. Препарат для лечения опухолей. Это влечёт нарушение функции печени и почек. Концентрация доза была высокой. Ваша дочь ещё маленькая. А это и вызвало печёночную недостаточность. Это было умышленное причинение вреда здоровью. Офицер, пожалуйста, поймайте этих гадов. Не волнуйтесь, мы уже проводим все следственные мероприятия. Но, пожалуйста, вспомните, не случалось ли у вас с кем-то конфликтов? Вэй-Вэй, ты же знаешь мой характер. Я терпеть не могу, когда меня предают. Если однажды я узнаю, что ты меня обманула, ты узнаешь силу моего гнева. Нзинь-Шэ, неужели это ты? Спасибо, офицер. Тогда я пойду. Как только будет прогресс в деле, мы сообщим вам. Госпожа Шань, пришли результаты анализа в печени нянь. Доктор, как ее состояние? Не очень хорошо. Повреждения печени няни очень серьезны. Видите? Ее печень сейчас похожа на тофу и может отказать в любой момент. Также пострадала функция кроветворения. Если мы ничего не предпримем, то она может даже умереть. И что нам делать? Я кардиохирург и не специализируюсь на печени. Но логично, что лучшее сейчас решение – это пересадка печени. Подробности можно обсудить с гематологом. Хорошо. Тогда я пойду. Спасибо, профессор Сун. Где ты была всю ночь? Почему не отвечал на звонки? Я с тобой разговариваю! Я чертовски устала. Не трогай меня, просто оставь в покое! Проверь кое-что. Что случилось с Шанью Уэй? Я чертовски устала. Не трогай меня, просто оставь в покое! Адвокат Лу? Клиент требует, чтобы вы взяли на себя дело лично. Хотите взглянуть? Давай. Больница, женянь? Да. Вчера около восьми утра мужчина, переодетый медбратом, пробрался в больницу и вел пациентке, которая готовилась к операции, препарат. Это вызвало серьезные осложнения при операции. Хотя пациентку спасли, и она вне опасности, но этот препарат привел к серьезному повреждению печени. Что говорят больницы? Больница готова взять ответственность за плохую охрану и выплатить компенсацию. Но они не хотят усугублять ситуацию и испортить репутацию больницы, поэтому просят вас выступить в качестве их представителя и провести переговоры с семьей пациентки, чтобы они сохранили все в секрете. Хорошо, я возьмусь. Встреча с семьей пациентки назначена на сегодня, в 17.00. Они будут ждать вас. Хорошо, я понял. Сэсэ, адвокатом больницы будет Лудзи Чинь. Я не могу с ним говорить. Пожалуйста, реши все. Ты семья пациентки? Я друг семьи пациентки. Мне надо поговорить с семьей. Где они? Я представитель семьи. Со мной говори. И почему это у тебя вдруг забегали глаза? Паникуешь? Ты ошибаешься, я самоспокойствие. Я раньше не видел, чтобы ты так нервничала. Что? Убила кого-то? Что ты несешь? Я просто села не за тот столик. Мне пора. Чокнулась? Адвокат Лу? Адвокат Лу? Адвокат Лу? Только что звонили из больницы. Сообщили, что семья пациентки просила сменить адвоката. Иначе не будут говорить. Вы сказали что-то, что оскорбило их? Я даже не видел. Как я мог обидеть? Это странно. Пожалуйста, покажи мне подробный отчет по делу еще раз. Хорошо. Это новая информация из больницы. Взгляните. Там есть фотография пациентки. Нянь? Нянь? Адвокат Лу? Вы знаете пациентку? Кстати говоря, она очень похожа на тебя. Если бы я не знал, что ты не был женат, я был бы уверен, что она твоя дочь. Как зовут ее мать? Сейчас вспомню. Минутку. Как же... У нее довольно редкая фамилия. А, вспомнил. Фамилия Шань. Шань Юэй. Верно. Ее зовут Шань Юэй. Адвокат Лу? Куда вы? Шань Юэй. Ты родила от меня ребенка? Нет. Как долго ты собиралась молчать? Нянь моя дочь, верно? Нянь моя дочь. К тебе она не имеет отношения. Я не хочу разбудить ребенка. Выйдем. Почему ты мне не сказала? Лу Цзи Чэнь. А что бы изменилось, если бы я сказала? Ты бы ее принял? О чем думаешь? В нашем офисе работает беременная коллега. Я думаю, а вдруг я тоже однажды забеременею? Не думай об этом. Ты еще молода. Для детей еще не время. Ясно. Я поняла. Я намекала тебе. Но ты не хотел детей. Спроси себя сам. Ты когда-нибудь хотел, чтобы мы были вместе? Когда-нибудь думал о том, что у нас будут дети? Я просто была игрушкой для твоих утех. А теперь Диньши вернулась, и мне надо уйти. Значит, ты просила у меня денег? Для операции дочери? Ну и что с того? А если это не так? Скажи напрямую... Я не собираюсь встревать ваши с Диньши отношения. Ребенок только мой. Ты не имеешь к ней отношения. Я ее отец. Ну и что с того? Пока я это отрицаю, даже если ты сделаешь тест на отцовство, по закону ты не можешь пройти против моих слов. Думаю, вам, адвокат Лу, не нужно напоминать об этом. Когда ты начала изучить право? Все благодаря вам, адвокат Лу. За эти годы, что мы были вместе, я получила базовые знания. Но по сравнению с вами, я просто любитель. Что ты хочешь от меня? До моего возвращения, собери свои вещи и уйди из моего дома. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. До моего возвращения, собери свои вещи и уйди из моего дома. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я не хочу иметь с тобой. Это же письма, что писала мне Цзиньши? Твои глаза такие красивые, солнечные и тёплые, нежные и добрые. В них словно отражается весь мир. Но мои глаза лучше, потому что в моих глазах отражаешься ты. Я молилась увидеться с тобой. Я бы отдала за это жизнь. Об этом я была готова молиться 500 лет. И Будда услышал мои молитвы и превратил меня в дерево, что растёт на дороге, по которой ты идёшь. Цветы распускаются под солнцем. И каждый из них моя надежда на эту жизнь. Когда ты приблизишься, прислушайся к тишине. В этой трепетной ночи эта моя страсть ожидает увидеть рассвет и закат с тобою. У гор есть деревья, у деревьев есть ветви. А мне так не хватает. Тебя рядом со мной. Я хочу кое-что спросить.